Зоя Вячеславовна, добрый день, вы заведующая терапевтическим отделением нашей первой париклиники. Ежедневно много людей сталкиваются с отравлением, и первого, кого вызывают и на дом, и к кому приходят, это врач-терапевт. Ну а в праздничные дни, наверное, это одна из самых актуальных тем. Скажите, пожалуйста, какие первые симптомы отравления? Чаще всего, с чем приходится сталкиваться врачу и при вызове врача на дом, в основном жалуются на какие-то диспепсические явления. Это возникновение тошноты, может быть, рвоты однократной или многократной, послабление стула, реже запоры, повышение температуры, причем вот субфибрильных от 37,2 до 40 градусов. То есть тут уже зависит от причины, от основного триггерного агента. Но на что следует всегда обратить внимание, что все-таки отравления, они четко и всегда связаны с приемом пищи, и клиника в основном развивается где-то в первые 2-4, ну до 6 часов после приема пищи, после проникновения вот этого патогена, какого-то агента в организме. Что нужно делать в первую очередь до приезда врача? Может быть, есть какие-то методы, чтобы избежать сложных последствий, осложнений? Ну, в первую очередь, когда у человека все-таки возникли такие клинические симптомы, о которых мы говорили, и все-таки они понимают, что это связано непосредственно с приемом какого-то продукта, может быть, недоброкачественного, в первую очередь нужно исключить потребление этого продукта и предупредить всех своих родных, близких или с кем могло быть такое же произойти, чтобы этот продукт больше не употребляли. Это первое, что нужно сделать, исключить его. И что можно еще сделать? Это, ну, в основном у всех имеется в аптечке домашний активированный уголь. Этот препарат может принимать пациенты без назначения врача в первые часы как раз. Это будет наиболее эффективно. Принимается одна таблетка на один килограмм, на 10 килограмм веса. То есть в среднем, если вес человека составляет 60 килограмм, где-то это не менее 6 таблеток сразу. И принимается это с большим количеством жидкости. Обычно это простая негазированная вода для того, чтобы снизить концентрацию вот этого патогенного агента в организме. Возможно, после принятия большого количества жидкости может наступить и рвотный рефлекс, и, ну, в принципе, рвота вызванная тоже может принести облегчение. Препаратов каких-то специально, которые уменьшают диарею, принимать категорически нельзя, потому что это может усугубить состояние. И, конечно, нужно вызвать или врача на дом, или прийти в поликлинику. Существует какая-то диета после отравления? Мы лечимся, мы уже побывали у врача. Что нужно есть в этот период? Что не нужно есть? Первые три дня после установленного факта отравления человек должен находиться на строгой диете. В основном это обильное питье, назначаются специальные и солевые растворы, которые помогут восполнить потерянную жидкость. В основном это вода. Первые сутки это голодание, потом можно потихоньку расширять уже диету, применять рисовые отвары. Рис, потому что он сам по себе является как сорбентом, без добавления каких-то специй. Единственное, что немного, можно его подсолить немного. В дальнейшем уже диета расширяется, но категорически недопустимый прием кисломолочных продуктов. Мясо, свежие овощи, это все уже остается на период, когда реконструкция. Отварные овощи присоединяются, но уже после 7 на 10 день, без шкурки. В основном это все на пару. И первое правило это частое дробное питание. Питание должно быть до 7 раз в сутки, малыми порциями, не допуская переедания. Исключение острой, жирной, пряной пищи, без добавления каких-либо соусов. Максимально простая еда, но первые трое суток это такая строгая диета. Нужно потерпеть. В основном это жидкость. Можно использовать галеты, не сладкие, не соленые, без обжарки. Ну, такое сухое печенье. Это максимально, что разрешается. В последующем присоединяются и каши на воде, не на молоке. И в последующем уже расширяется диета. Ну, да, обычного стола, но в период уже, когда полностью все явления прошли. Организм восстановился полностью. Это пищевые отравления, все-таки праздники. А вот что делать с алкогольными отравлениями? Как помочь человеку, который страдает и мучается? Да, конечно, к сожалению, праздники не исключают прием алкоголя. Стараться все-таки, ну, кроме того, что дозировать алкогольную нагрузку, да, потому что страдает и печень, и поджелудочная железа в первую очередь. Необходимо до приема, до праздника все-таки что-то перекусить, чтобы алкоголь не попал на пустой желудок, чтобы была какая-то защита слизистой желудка. Это, может быть, максимально простые вещи, даже какие-то тосты или бутерброд, но чтобы это было накануне того, как придут гости. То есть желательно не быть голодным до приема гостей. И, конечно, если у кого-то возникали до этого проблемы с печенью, с поджелудочной железой, и мы знаем, что будет какая-то нагрузка, но рекомендуется использовать какие-то ферментные препараты, что-то типа панкреатина, который может немножко помочь для такой нагрузки в празднике. Спасибо большое, огромное, за беседу. Спасибо, всего доброго. Спасибо, мам. Хорошего праздника.